Девушки отдыхают Как интересно у нас получается. Продолжим игру. Берем бирюзовый монстр трак и красный маленький кабриолет. Что же получится? Мы собрали полицейскую машинку с большими колесами. Она патрулирует этот стол и следит за его порядком. Выбирай следующие машинки. Берем сиреневый монстр трак пикап и желтую маленькую машинку. Соединяем их. И у нас получается машина скорой помощи с большими колесами. Какая она отважная. Выехала на настоящую дорогу и едет среди огромных машин. Торопится на вызов. Остались две машинки. Оранжевый микроавтобус и зеленый трактор. И у нас получается вместительное такси с большими колесами. Машина едет по комнате среди разных игрушек. Она торопится к пассажиру. Ребята, напишите в комментариях, какая машинка вам понравилась больше всего. Пожарная машина. Машина скорой помощи. Автомобиль такси. Или полицейская машинка. Вы знаете, что это за огромное здание и как оно называется? Это больница. А это кто? Да это же автомобиль скорой медицинской помощи. Чем это он занимается? Ловись, рыбка, большая и маленькая. Машинка, ты почему еще не на работе? Ребята, я не лодырь. У меня сегодня выходной. И я решил немного отдохнуть на природе и порыбачить. Давайте с вами познакомимся поближе. Я очень добрый и отзывчивый. Люблю всем помогать. Если кто-то где-то заболел, я быстро включаю мигалку, бросаю все свои дела и спешу на помощь. Когда я еду, все машины мне уступают дорогу, потому что они понимают, я тороплюсь к больному. Ведь когда человеку плохо, нельзя терять ни одной секунды. При мне всегда есть специальный чемоданчик для перевозки и хранения, медикаментов и разных инструментов, которые могут мне понадобиться для оказания скорой медицинской помощи. Такие автомобили, как я, есть в каждом городе и населенном пункте. Все они отважные, трудолюбивые и никогда не откажут в помощи. Чтобы вызвать скорую помощь, нужно набрать номер телефона 03. Ребята, запомните эти цифры. А чтобы не болеть, мой вам совет. Ведите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, правильно питайтесь и ложитесь вовремя спать. Ты куда? Ты куда побежал? Сейчас я тебя поймаю. Ой, вас уже трое. Какие у вас разноцветные крышечки. А что у вас внутри? Ух ты! Там спряталась маленькая машинка. Да это не простая машинка, а пожарная, с настоящей лестницей, мигалкой и пожарным рукавом. А что в баночке с зеленой крышечкой? Послушай, там что-то гремит. Ребята, да ведь эта машинка с большими колесами. Монстр трак, синего цвета. С такими колесами она везде проедет. Берем баночку с красной крышечкой. А там нам попался ну настоящий трактор. Правда, немножко маленький. Наверное, он очень трудолюбивый. Ну что, поиграли в машинки? Уберем их на место. Ух ты! Какой большой подарок! Это мне? И еще, и еще один! Как много подарков мне приготовили! Давай узнаем, что внутри. Смотри, желтый автомобиль такси с черными шашечками. Когда пассажир опаздывает, такси быстро довезет его до нужного места. А что же в коробочке с синей ленточкой? Нам попался фиолетовый пикап Монстр трак. У него не только огромные колеса, на которых он проедет по любым дорогам, но и большой багажник, в котором он может перевозить разные грузы. Давай откроем подарок с зеленой ленточкой. Смотри, какая необычная машинка. У нее нет крыши. Может, ее кто-то сломал? Да нет, такие машинки без крыши называются кабриолет. Ну что, вам понравились все мои подарки? Уберем их пока на место. Ух ты! Да тут целый праздник! Сколько разноцветных шариков! Посмотри, в этих шариках спрятаны сюрпризы. Давай будем их лопать и смотреть, что внутри. Берем фиолетовый шарик. Пусто! Оранжевый шарик. А тут нам попалась машина скорой медицинской помощи. У нее есть мигалка и красный крестик на заднем окне. Берем синий шарик. Опять пусто! Красный шар. Там что-то точно есть. Какая симпатичная машинка. У нее желтый кузов и маленькие колесики. На ней, наверное, очень удобно выезжать на прогулки. Берем зеленый шарик. Тут ничего нет. Желтый шар. Опять пусто. По-моему, в этом бирюзовом шарике что-то точно спрятано. Ура! Нам попался большой оранжевый автобус. Посмотри, как много у него окошек. И шесть колес. Он может переводить огромное количество пассажиров. Берем шарик малинового цвета. Пусто. Голубой шарик. А в нем полицейская машина ДПС. Нашим машинкам теперь ничего не страшно. Их охраняет полицейский автомобиль. Ребята, напишите в комментариях, какая машинка вам понравилась больше всего. Смотри, какой большой стол. И на нем много разных предметов. Цветочки, стаканы, линейки. Давай возьмем какой-нибудь предмет и попробуем сделать из него машинку. О, карандаш. Подходит. Приделаем ему большие колеса. Поставим спойлер. Две выхлопные трубы. И передний бампер. Смотри, наша машинка ожила и хлопает глазками. Она получилась очень смешной. И чем-то похожа на монстр-трак. У нее такие же большие колеса. А теперь мы оказались в лесу. Вы когда-нибудь видели машинку, сделанную из елки? Давайте посмотрим, что из этого получится. К елочке ставим четыре колеса. Давай попробуем из нее тоже сделать монстр-трак. В лесу ведь такие плохие дороги. Получилось потрясающе. Елочке нашей очень понравилось играть с нами. Смотри, какая она довольная. Теперь мы оказались на дне моря. Смотри, как много разных рыбок. Давай выберем одну из них. И сделаем из нее морскую машинку. Желтая – самая красивая. Добавим здесь зеленые колеса. Спойлер. Две выхлопные трубы. И бампер. Наша рыбка превратилась в морской монстр-трак. И теперь может не только плавать, но и ездить по дну моря. Мы снова оказались в лесу. Здесь идет снег и очень холодно. Из чего же мы сделаем монстр-трак? О, снеговик. Из него мы и сделаем машинку. Крепим красивые оранжевые колеса. Ставим раму. Часть кузова. Бампер. Наша машинка снова ожила. И задорно смотрит на нас. У нее такие большие колеса, что она может ездить по глубокому снегу. Ребята, напишите в комментариях, какой монстр-трак вам понравился больше всего. Из карандаша. Из елочки. Из рыбки. Или из снеговика. Наступило утро. И кажется, кому-то нужно просыпаться. Ребята, посмотрите. В этом гараже есть какой-то выключатель. И скорее всего я знаю, для чего он нужен. Давайте включим его. Ух, кто это меня разбудил? Сколько сейчас времени? Ой, привет, ребята. Спасибо, что вы меня разбудили. И не дали опоздать мне на службу. Ведь я очень важный автомобиль. Меня зовут полицейская машина. Полицейская машина есть в каждом городе и населенном пункте. Я слежу за порядком и патрулирую улицы. Если где-то вдруг случилась беда, и человеку грозит опасность, номер моего телефона – 02. Запомните эти цифры. И я всегда быстро примчусь. Благодаря своему мощному двигателю я могу развивать очень большую скорость. Ребята, вам, наверное, очень интересно, как происходит задержание преступника и какие специальные средства я использую. Одним из этих средств являются наручники. Их я использую при задержании очень опасных преступников. Ребята, вы, наверное, заметили, что когда я очень тороплюсь, я раздаю странный звук. Это полицейская сирена. Вместе с сиреной я включаю проблесковый маячок для того, чтобы все знали, что я тороплюсь на очередной вызов. Ребята, будьте внимательны, не нарушайте закон. Будьте вежливы и отзывчивы друг к другу. И тогда мне не придется выезжать на вызов. Посмотри, какое огромное количество разных предметов. А в каждом из них спрятана машинка или что-то такое, что ты всегда можешь встретить у себя дома. В этом цветочном горшке спрятана пожарная машина. Она оснащена лестницей, пожарным шлангом и специальным маячком. А что в зеленом шарике? Ух ты! Банка вишневого компота. Очень полезный напиток. Вкуснее любой газировки. Какая симпатичная баночка с пластилином. А что в ней? Зеленый трактор. Трудяга. У него такие огромные колеса. В сельском хозяйстве без него не обойтись. А это подарочная коробка. Что же там? Нам попался арбуз. Огромная полосатая сладкая ягода. Откроем-ка верхний ящик нашего комода. Желтое такси с черными шашечками. Очень вместительный автомобиль. Берем сиреневый шарик. Как неожиданно. В шарике спрятался будильник. Это он нас будет по утрам. А из этой шляпы мы наверное достанем белого кролика. Вот это сюрприз. В шляпе была полицейская машина. Незаменимый помощник в борьбе с преступниками. Возьмем баночку пластилина с красной крышечкой. А это простая электрическая лампочка. В темное время суток без нее было бы темно и грустно. Открываем второй ящик нашего комода. Оранжевый автобус. Такой вид транспорта есть в каждом городе и в любом населенном пункте. О, подарочная коробочка с зеленой ленточкой. Заглянем в нее. Ух ты, роликовые коньки. Досмотрю мультик, одену их и поеду кататься. Опять шарик, он желтого цвета. А в нем красный кабриолет. Прогулочная машина без крыши. Давно хотелось узнать, что же в этой коробке. Ножницы. Это очень нужная вещь. Но пользоваться ими нужно очень аккуратно и в присутствии взрослых. Берем баночку пластилина с зеленой крышечкой. Нам попалась машина скорой медицинской помощи. Она доставляет в больницу людей, которым нужна срочно медицинская помощь. Открываем третий ящик комода. Тортик. Как аппетитно он выглядит. Но я не жадина. Обязательно кого-нибудь угощу. Лопнем оранжевый шарик. А тут фиолетовый пикап. У него очень вместительный багажник. В него помещается огромное количество груза. Ого, сейф. Наверное, там что-то очень ценное. Неожиданно. Попалась желто-резиновая уточка. С ней очень весело купаться в ванне. Еще одна подарочная коробочка с голубой ленточкой. Что в ней? Это маленькая легковая машинка с огромными колесами. Интересного бирюзового цвета. О, кастрюлька. Я немного проголодалась. Там, наверное, зубчик. Вот это да! Навесной замок. А я знаю загадку про замок. Не лает, не кусает, а в дом не пускает. Напиши в комментариях, какая игрушка тебе понравилась больше всего. Ого! Наконец-то выпал снег. И можно поиграть в снежки. Лепим большой комок и хорошенько его запускаем. Ребята, смотрите. Это пожарная машина. Она совсем как настоящая. У нее есть лестница, мигалка и пожарный шланг. Не забывайте, в снежки нужно играть в теплых варежках, чтобы руки не замерзли. Да и снежков и слепейся гораздо больше. Посмотрим в бинокль. Далеко ли мы запустили снежок? Какая классная желтая машинка. Это легковой автомобиль. Самый распространенный городской транспорт. Да и, наверное, самый удобный. Ребята, а вам нравятся мои разноцветные варежки? Мне их подарила бабушка. А чтобы не перепутать правую с левой, она связала их разных цветов. Получилось очень забавно. А за этими баночками спряталась машина скорой медицинской помощи. Это очень нужная машинка. Она быстро примчится, если кто-то где-то заболел. Как весело и красиво зимой. Все вокруг белое. Снежок блестит. Можно валяться в снегу и не бояться испачкаться. Пока, снежок. А это что за машина? Да ведь это красный кабриолет. У нее нет крыши. На ней кататься можно только летом. А для зимы она точно не подойдет. Вы, наверное, думаете, что зимой я только играю в снежки. Мне еще нравится кататься на коньках и лыжах. И весело скатываться с горки на санках. Надо проконтролировать, далеко ли летит снежок. Вот отважная полицейская машина с мигалкой на крыше. Она патрулирует город и обеспечивает порядок на дорогах. Ну все, делаем последний снежок и идем домой пить горячий чай с малиновым вареньем, чтобы не простыть. Ведь это не только вкусно, но и очень полезно. И не забудем высушить наши разноцветные варежки. Ребята, посмотрите. Это тоже легковой автомобиль, но это не простая машинка, а городское такси. Не забудьте написать в комментариях, какая машинка вам понравилась больше всего. Сегодня мы оказались с вами в автомастерской. Сломался трактор. Необходимо перебрать все детали и собрать его заново. Начнем работу. Берем железную раму. Устанавливаем на раму новый двигатель. Теперь ставим трансмиссию. Она будет передавать вращение от двигателя колесам. И заставит колеса крутиться. Не забудем про колеса. Ставим кабину. Она оснащена рулем, сиденьем и педалями. Крышка капота. Лесенка. Крыло. Глушитель. Наш трактор готов к работе. Если на трактор установить плуг, он легко вспашет землю и подготовит почву к посадке растений. Как здорово у него получается. Для того, чтобы собрать хороший урожай, нужно тщательно поливать растения. Здесь нам поможет дождик. А к концу лета трактор поможет собрать весь урожай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Смотрите, как много капусты уместилось в прицепе. Без трактора мы бы точно не справились. Ау, кто-нибудь! Откройте мне дверь! Как здесь темно! Но я не трус, мне не страшно, потому что я очень отважный автомобиль. Привет, ребята! Вы меня узнали? Я пожарная машина! Вы, наверное, знаете, для чего я нужен. Я очень смелый, сильный и, наверное, красивый. У меня есть множество специальных приспособлений для тушения пожара и спасения людей. Смотрите, какая у меня огромная лестница! С этой лестницы мои друзья пожарные могут забраться на любую высоту и спасти людей. А это проблесковый маячок или просто мигалка. С помощью этой мигалки участники дорожного движения понимают, что мне нужно уступить дорогу, ведь я очень тороплюсь на вызов. А самое главное мое уснащение – это пожарный рукав или просто шланг. Он легко раскручивается и имеет огромную длину. С помощью мощного потока воды мы тушим пожар. Запомните, ребята, если где-нибудь случился пожар и нужна помощь, набирайте номер телефона 01. Ребята, смотрите, это знаки дорожного движения. Участниками дорожного движения являются не только автомобили, но и мы, пешеходы. Поэтому эти знаки необходимо нам тоже знать. Это знак ограничения максимальной скорости до 60 км в час. Смотрите, машинка едет по дороге со скоростью 90 км в час. Стоит знак ограничения скорости не больше 60 км в час. Машинка снижает скорость. Ребята, если вы видите, что кто-то превышает скорость движения, напоминайте о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Тогда меньше будет аварий. Рассмотрим следующий знак. Знак дорожной работы. Он указывает водителю, что впереди идет ремонт дороги. Если водитель видит такой знак, он должен с осторожностью ехать по этой дороге, либо выбрать себе другой путь. Какой знак выберем следующий? Знак «Въезд запрещен». Либо его называют просто «Кирпич». Если на пути встречается такой знак, то он говорит водителю о том, что в этом направлении ему ехать нельзя. На пути темно-красной машинки есть такой знак. Ей нельзя продолжать путь в этом направлении. Желтая машинка едет в обратном направлении. Такого знака на ее пути нет, и она продолжает свою дорогу. Но нужно знать, что на маршрутные транспортные средства, такие как автобус, этот знак не действует, и автобус может продолжать ехать вперед. Выберем следующий знак. Знак «Пешеходный переход». Он означает, что только в этом месте можно переходить дорогу. Запомни его обязательно. И если рядом стоит светофор, то переходить дорогу можно только когда для пешехода загорится зеленый цвет. Смотри, машинки едут, потому что для них горит зеленый цвет. Наш жучок не может перейти дорогу, потому что ему горит красный цвет. Но вот светофор переключился. Машинки остановились. Для них загорелся красный сигнал светофора. Жучку горит зеленый цвет. В этом месте он может перейти дорогу. Но все равно, переходя дорогу, будь внимателен и смотри, все ли машины остановились. Вот для машин загорелся желтый цвет. Они готовятся ехать. И как только загорится зеленый цвет, машины продолжат свое движение. Пешеходы стоят. Им горит красный цвет. Остался последний знак. Знак называется «Движение без остановки запрещено». Водитель, доехав до этого знака, должен остановиться и посмотреть, не мешает ли он проезд к другим машинам. Если нет никаких препятствий, он продолжает свой путь. Посмотри, какие прикольные маленькие полицейские машинки. Все они из разных стран. Давай узнаем, из какой страны каждая машинка. Это географическая карта. Как много разных стран, больших и маленьких. Отправимся в одну из них. Ух ты! Мы попали в Италию. Это итальянская полицейская машинка. Она синего цвета с белой полосой. Куда отправимся дальше? Давай отправимся в Японию. Это японская машинка патрульной службы. Машина черного цвета с белой крышей. В какую страну вы хотели бы сейчас попасть? Предлагаю посетить Арабские Эмираты. Посмотрите, какой красивый полицейский автомобиль. Он серого цвета с зелеными вставками. Из Арабских Эмиратов отправляемся в Австралию. Это единственная страна, которая является континентом. Здесь полицейская машинка белого цвета с черной полосой и синими шашечками. А вы, ребята, знаете, какая самая большая страна в мире? Это Россия. Давайте посмотрим, какие полицейские машины в этой стране. Российский полицейский автомобиль имеет белый кузов с серыми вставками и большой синей полосой. Куда отправимся дальше? Это Германия. Немецкая патрульная машина серебристого цвета с зеленой крышей и большой зеленой полосой на кузове. Недалеко от Германии находится Великобритания. Очень необычный полицейский автомобиль. На светлом кузове нанесены желтые и голубые полоски. А напоследок отправимся в другой континент. И там мы посетим страну США. У полицейской машины очень простой окрас. На белой машине черные элементы. Ребята, напишите в комментариях, какая полицейская машина вам понравилась больше всего. Российская, Австралийская, из Объединенных Арабских Эмиратов, германская, японская, из США, из Великобритании или из Италии. Ребята, смотрите, какая огромная коллекция машинок. Все они разных марок. Давай посмотрим на них поближе и выберем самую лучшую из них. Ярко-синяя Хонда. Давай посмотрим на эту машинку. Мини-автомобиль Смарт. Выбирай следующую машинку. Красивый оранжевый Форд. А как тебе эта машинка? Красная спортивная Феррари. Какой автомобиль будет дальше? Синяя Субару. А я хочу посмотреть еще эту машинку. Темно-оранжевый Хюндай. Давай посмотрим на эту машинку. Серый электромобиль Тесла. Выбирай следующую машинку. Темно-вишневый Ниссан. А как тебе эта машинка? Темно-серый Ягуар. Какой автомобиль будет дальше? Красный Ситроен. А я хочу посмотреть еще эту машинку. Светло-зеленый Пантиак. Давай посмотрим на эту машинку. Темно-синий Опель. Выбирай следующую машинку. Спортивный Желтый Шевролет. А как тебе эта машинка? Красненький Рено. Какой автомобиль будет дальше? Ярко-голубой Пежо. А я хочу посмотреть еще эту машинку. Темно-оранжевый Фольксваген. Давай посмотрим на эту машинку. Темно-бирюзовый Фиат. Выбирай следующую машинку. Серый Роллс Ройс с серебристыми вставками. А как тебе и эта машинка? Красная Шкода. Какой автомобиль будет дальше? Синяя Тойота. А я хочу посмотреть еще эту машинку. Ярко-желтые Сузуки. Давай посмотрим на эту машинку. Голубой Порше. Ребята, напишите в комментариях, какая из машинок вам понравилась больше всего. Ого, сколько разноцветных шариков в этой комнате. А внутри этих шариков спрятаны разные строительные машинки. Давай скорее их найдем. Ребята, это специальный трактор для дорожных и строительных работ. Впереди находится ковш, с помощью которого он без труда может выровнять грунт или расчистить дорогу. Давайте поскорее лопнем следующий шарик. Что же здесь? А это самосвал. Грузовой, самовыгружающийся автомобиль. У него настолько большой кузов, что он без труда может перевозить огромные конфеты на большое расстояние. Какая машинка спряталась в бирюзовом шарике? Пусто. Может, в оранжевом что-то есть? Ничего себе! Да ведь это карьерный самосвал. Он отличается от обычного самосвала своим большим размером и отличной проходимостью. Да и конфет он может перевезти намного больше. Лопнем зеленый шарик. Эта строительная машина называется автобетоносмеситель или просто бетономешалка. Этот грузовой автомобиль оборудован вращающейся емкостью для перевозки бетона. Осталось три шарика. Пусто. А что здесь? Тут точно должна быть игрушка. Пусто. 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 Экскаватор. Землеройная машина с большим ковшом. Экскаватор может добывать полезные ископаемые, копать огромные ямы и все это погружать в самосвал. У нас остался последний воздушный шарик. Это же автокран. Машина оснащена специальным оборудованием, которое может поднимать огромные грузы на большую высоту. Незаменимый помощник на строительной площадке. Ребята, напишите в комментариях, какая из строительных машинок вам понравилась больше всего. Смотрите, какой подарок нам приготовили. В нем много разных игрушек. А тут игрушечная бетонная мешалка. А что же дальше? Ух ты! Это синяя машинка. Потрясем. Ничего себе! А это пожарная машина. Это строительный каток. Используется для укладки асфальта. А что попадется в этот раз? Ого! Это машина с огромными колесами. Монстр трак. Достаем следующую игрушку. А это полицейская машинка. Что же дальше? Это огромный самосфал. Монстр трак. Открывай быстрее. Тут мини машинка. Что же дальше? А это машинка МЧС. А что тут? Это колесный экскаватор. Потрясем. А тут спортивный желтый автомобиль. Интересно узнать, что же дальше? Ух ты! Это грузовая машина почтовой службы. Ух ты! Доставай следующую игрушку. А это трактор. Трактор. А это оранжевый джип. Что дальше? Это машина скорой помощи. Интересно, что дальше? Ух ты! Это огромный комбайн. Как много игрушек тут поместилось. Это мини погрузчик. Потрясем. А тут мощная машина тягач. У нас осталась последняя игрушка. Что там? Это желтая кокси. Ребята, напишите в комментариях, какие игрушки вам понравились больше всего. Давай сегодня устроим соревнование между двумя автомобилями, грузовым и легковым. Мы будем участвовать в заезде на скорость погоночной трассе. Заедем на строительную площадку, где работают разные строительные машинки. Проедем по бездорожью, где могут проехать только монстр-траки. И в конце проедемся по городскому шоссе. Вперед вырывается легковая машинка. Она более шустрая и маневренная. Зеленая машинка победила в гонке, потому что она легче и быстрее грузовика. Вот мы приехали на строительную площадку. Какое будет следующее задание? Ого, какое огромное количество ящиков поместилось в грузовике! Легковая машинка осилила только один ящик. Как тяжело ей ехать, она отстает. А грузовик легко справился с этой задачей. В грузовике поместилось огромное количество груза. В этом соревновании он победил. Отправимся на следующую трассу. Мы приехали в лес. Тут полное бездорожье. Смотри, как лихо проезжает монстр-траки. Как с этим заданием справятся наши машинки? Легковая машинка очень быстро поехала и тут же увязла в грязи. Она не предназначена для таких дорог. Грузовичок едет медленно, но зато не застревает, потому что у него большие колеса и большой дорожный просвет. По бездорожью легковой машине ехать невозможно. Выезжаем на городскую трассу. Обе наши машинки чувствуют себя уверенно на такой ровной дороге. Смотри, грузовичок начал отставать. У него закончился бензин. Машина большая и топлива ей требуется очень много. А легковая машинка спокойно продолжает свой путь, потому что у нее маленький расход топлива. Наши соревнования подошли к концу. Победителя тут нет, так как каждая машина хороша по-своему и выполняет свою задачу на отлично. Смотрите, это большой экскаватор. И его позвали на помощь разыскать потерянный ящик с игрушками. Как долго он едет? Ну наконец-то мы на месте. Давай быстрее приступим к работе. По нашим расчетам ящик с игрушками должен быть здесь. Ребята, кажется мы копаем не в том месте. Под нами проходит подземная железная дорога, которая называется метро. Кажется, к нам приближается поезд. А вы знаете, что первое метро в мире появилось в столице Великобритании в городе Лондон в 1863 году. Пока мы рассматривали метро, наш экскаватор вместе с самосвалом уже нашли ящик с игрушками. Давайте посмотрим, какие игрушки спрятаны в этом ящике. Ух ты! Пожарная машина! Это тоже пожарная машина, но она легковая. Эти машины очень важны. Они помогают бороться с огнем. Это автовоз. Он везет гоночные машинки на спортивные соревнования. Но перед этим он должен заехать на завод, где эти машинки покрасят и подготовят к гонке. Мы на месте. Давайте заглянем вовнутрь и узнаем, что там происходит. Это малярный цех. А вот наша машинка. Покрасим ее в красный цвет. Она будет выступать под номером 2. Следующую машинку покрасим в синий цвет. А ей присвоим номер 3. Наш автовоз никуда не уехал. Он ждет, пока пройдут все покрасочные работы. И все машины будут готовы. Ребята, а это какой цвет? Правильно, зеленый. У машины будет первый номер. Следующую машинку покрасим в черный цвет. Она будет выступать под номером 5. Наш автовоз очень переживает, что мы можем опоздать и просит нас поторопиться. Угадай, какой номер будет у следующей машинки? Ее покрасим в желтый цвет. А наклеим ей номер 4. Наконец-то все машины покрашены и готовы к гонке. Теперь мы точно не опоздаем на соревнования. Ребята, напишите в комментариях, какая машинка выиграет гонку. Зеленая под номером 1. Красная под номером 2. Синяя под номером 3. Желтая под номером 4. Или черная под номером 5. Вот мы и на месте. Смотри, какие разноцветные воздушные шарики, а на них висят машинки. Все они имеют разное назначение. Давай лопнем зеленый шарик и посмотрим на эту машинку поближе. Это грузовой автомобиль. У него вместительный кузов, который служит для перевозки разных грузов. При желании в него можно поместить даже слона. Очень полезная машина. Какой следующий шарик будем лопать? Давай синий. Эту машину вы, наверное, узнали. Это машина скорой медицинской помощи. Вызвать ее можно, набрав по телефону номер 03. А вы знаете, что мой любимый цвет оранжевый? Давайте лопнем оранжевый шарик. Это полицейская машина. Если где-то происходит какое-то преступление, полицейскую машину можно вызвать, набрав по телефону номер 02. Преступник будет пойман. Ребята, а вы выбрали следующий шарик? Предлагаю лопнуть красный. Это большая строительная машина, экскаватор. Незаменимый помощник настройки. Хорошо копает, справляется со своей работой на отлично. Осталось два шарика. Какой выберем? Желтый. А это большая пожарная машина. Если где-то случился пожар, запомни номер пожарной службы 01. Остался последний фиолетовый шарик. Скорее лопнем его. А это маленькая легковая машинка. Отличное транспортное средство для передвижения по загруженным дорогам больших городов. Потребляет мало бензина. Очень экономично. Какая машина вам понравилась больше? Грузовик. Скорая медицинская помощь. Полицейский автомобиль. Большой экскаватор. Красная пожарная машина. Или маленький легковой автомобиль. Привет, ребята. Вы, наверное, догадались, что это за транспорт. Верно. Это наш будущий вертолет. Но для того, чтобы он взлетел, нам понадобятся разные детали. Не забудем поставить пропеллер. И прикрепить лопасти. Как здорово получилось! У нас очень добрый вертолетик. Путешествуя по синему небу, он внимательно смотрит вокруг. И как только заметит, что кто-то попал в беду, он обязательно придет на помощь. Посмотрите, на дороге образовалась очень большая яма. Маленькие машинки не могут преодолеть это препятствие. Ребята, как вы думаете, как им можно помочь? И что для этого нам понадобится? Нам нужна лестница, воздушный шарик, или большой мост. Верно. Нужен мост. Отлично. Вертолетик поставил мост, и машинки могут продолжать свой путь. Ребята, и вы тоже помогаете тем, кому нужна ваша помощь. Ребята, давайте соберем строительную машинку из разных деталей. Машинка настолько большая, что для ее сборки нам понадобится вертолетик. Поставим колеса. А это что за деталь? Это ковш. И у нас получился экскаватор. Ух, какая оживленная трасса! Каждая машинка куда-то спешит. А наш экскаватор едет на стройку. Почему-то машины все остановились. Ничего себе! На дороге кто-то рассыпал кучу песка. С помощью экскаватора мы быстро очистим дорогу и поможем машинкам проехать дальше. Смотри как много разных маленьких машинок. Все они разных марок. Давай выберем одну из них и посмотрим на нее поближе. Это ярко красный автомобиль марки BMW. Выбирай следующий автомобиль. Черный ламборгини с красными вставками. Выбирай другую машину. Бирюзовый Астон Мартин. Какая машина будет дальше? Черно-желтый Бугатти. Выберем эту машину. Выберем эту машину. Синий Митсубиси. Выбирай следующий автомобиль. Черный Додж. Выбирай другую машину. Зеленый Бентли. Какая машина будет дальше? Ярко-красная Киа. Выберем эту машину. Белая Вольво. Выбирай следующий автомобиль. Красный Мини Купер с белыми вставками. Выбирай другую машину. Синяя Мазда. Какая машина будет дальше? Лада салатового цвета. Выберем эту машину. Ярко-синий Ауди. Выбирай следующий автомобиль. Темно-синий Кадиллак. Выбирай другую машину. Белый Крайслер. Какая машина будет дальше? Альфа Ромео красного цвета. Выберем эту машину. Выберем эту машину. Черная Мазерати. Выбирай следующий автомобиль. Черный Линкольн. Выберем эту машину. Черная Мазерати. Красный Лексус. какая машина будет дальше акура белого цвета выберем эту машину черный майбах выбирая следующий автомобиль красный mercedes выберем эту машину инфинити серого цвета ребята напишите в комментариях какая машинка вам понравилась больше всего щелкни на картинку чтобы посмотреть следующий мультик и не забудь подписаться на наш канал и и и и и и и